МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Размышляя о жизни, я все больше понимаю, что каждому из нас нужно иметь стальные нервы. Ведь мы сталкиваемся с людьми. Люди настолько разные. Если вы читаете Писание, то часто мы не замечаем, что там написано. Иисус говорит такие слова. Он говорит, обращаясь к хорисеям, говорит, вы дети дьявола. Ваш отец дьявол. Он как будто говорит, что ваше происхождение абсолютно другое. И получается, есть дети Божьи, есть дети дьявола, есть дети Отца Небесного, а есть сыны противления. В зависимости от того, каким духом наполнен человек. И вот мне хочется сказать вам, что когда вы сталкиваетесь с детьми Божьими, ваша жизнь сразу расцветает. Ваша жизнь наполняется силой, она наполняется славой. Вы переживаете что-то невероятное. Так хорошо и так приятно братьям вместе, да, говорится. Но стоит вам встретить конкретно сына противления, то есть человека наполненного бесами. А что это значит? Вот вы замечаете, когда вы сталкиваетесь с человеком, и у него в голове какие-то тайны, у него в голове какие-то мысли, у него в голове какие-то планы. Как правило, он связан с кем-то, и кто-то его накручивает, чтобы он сделал зло. И он, как правило, такие люди, кто они? Они марионетки, они сами по себе, они ничего не стоят. Но размышляя жизнь, я вижу, что насколько важно каждому из нас в эти моменты суметь пройти это, суметь пройти это достойно, суметь уклониться от этих людей. Я советую всем. Каждому человеку самое первое, уклонись от контакта, от общения, от связи с людьми, которые наполнены бесами. Если только ты сделаешь именно эти шаги, твоя жизнь начнет расцветать еще сильнее. Я уже понял, что дьявол хочет вложить тебя в свои сети. Как? Ему нужен человек, чтобы этот человек оказался рядом с тобой. Когда человек оказывается рядом с тобой, ты уже как будто бы в сетях дьявола. Ты будешь бороться с этим человеком, не понимая, что за человеком стоят бесы. Когда Лот был с Авраамом, заметьте, Бог, он не высвобождал свое благословение, он не высвобождал свое благодать, обетование свое. Он молчал. Но в 13 главе Бутия говорится, что Бог начал говорить Аврааму после того, как Лот отделился от него. И как только Лот отделился от него, вдруг Бог заговорил к Аврааму. Почему? Он не мог заговорить до этого. Потому что Авраам не был свободен. Авраам был зависим. Авраам даже не понимал, что происходит. Авраам был занят какими-то разборками. разборками между пастухами Лота, пастухами Авраама. Он решал какие-то вопросы. То есть он не мог слышать Бога. Мне сегодня каждому хочется сказать, самый первый шаг для того, чтобы иметь счастливую жизнь, отодвиньте от себя людей, которые связаны нечистыми духами. Вы должны знать, что вы не исправите этих людей. Вы ничего с ними не сделаете. Даже если вы будете этим людям благотворить, помогать, у вас будет даже такое чувство, знаете, я это проходил, как будто бы человек понял, что ты хорошо к нему относишься. Но это ничего не дает. Это все бесполезно. Первый шаг – освободись от Лота, чтобы Бог к тебе заговорил. Освободись от Лота, чтобы Бог дал тебе обетование. Освободись от Лота, чтобы начать правильное путешествие по жизни. Я благословляю каждого из вас. Я хочу вам сказать, есть люди, которые засланы бесами в вашу жизнь, чтобы испортить ее. Молитесь о том, чтобы Бог вскрыл этих людей. Вы бессильны сами по себе. Но начните молиться и начните в это сеять. Я всегда начинаю жертвовать во что-то. Конкретно у меня есть нужда, я жертвую в эту нужду. Я жертвую в эту нужду, и я вижу, как моя молитва усиливается постом, моя молитва усиливается жертвой, моя молитва усиливается определенным воздержанием. Есть даже, знаешь, когда-то люди, монархи, давали обет молчания. И вот в какой-то момент нужно дать обет, что ты будешь целый день славить Бога, целый день хвалить Бога и больше ни о чем не говорить. Я благословляю вас. Пусть мир Божий пребудет с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok